Фрагмент из первого дня турнира на площадке команды Павлодара и Ускаменогорска, а не в Оранжевом. Напомню, подобный турнир для мальчишек 2006 года рождения проводил Дмитрий Шамко, воспитанник нашей ДЮШ-4, игрок сборной РК. В этом году тоже есть помощник у этого детского соревнования. В этом году турнир проводится в эти же сроки, только на призы депутата городского Маслихата Мусана Мирхата, директора ТО «Имирейт». Он выступает как спонсор этого турнира. Я знаю, что он любит этот футбол, поэтому мы этого человека попросили. Он с большим желанием откликнулся на нашу просьбу. Команды были разбиты на две подгруппы. Как и в прошлом году, яркий, довольно грамотный футбол показали юные представители Экибастуза, Павлодара, Ускаменогорска. Приехало немало родителей, ведь возраст мальчишек совсем юный. Третий год уже занимаемся в центре «Восток», но теперь его переименовали «Алтай». Что это дает нам? Во-первых, весь день у ребенка занят, расписан чуть ли не по минутам. То есть нет безделия. Ребенок всегда занят постоянно. Школа, тренировки, свободного времени на всякие глупости практически не остается. Это во-первых. Во-вторых, прежде всего это здоровье. То есть видно, как у нас в городе, да и вообще в стране в целом государство заботится о здоровье подрастающего поколения. А это уже другой матч. Особая прелесть наблюдать, как болеют на футболе женщины. В данном случае мамы юных футболистов. Давай-давай, вперед! Пошли, пошли! Вернемся к хронологии событий. Местные мальтишки из Дюша номер 4 уверенно заняли первое место у себя в группе. Но в полуфинале с Павлодаром основное время завершилось в ничью. 1-1. Таким образом, прошлогодним победителям, ребятам Евгения Скоробогатского, выход в финал пришлось решать в серии пенальти, которые они пробили не совсем удачно. Пенальти не забил я, я не забил потом Сирик Жан и Асухан. Не забили пенальти, из-за этого мы не пришли дальше. Если бы пришли дальше, мы бы играли на первое-второе место. В финале встретились Павлодарский Иртыш и Усть-Каменогорский Алтай. Павлодар, который мы в прошлом году одолели со счетом 4-0, сделал те же 4-0 в матче с Усть-Каменогорцами. Такое у мальчишек бывает. Хэт-трик на счету Кимура Креске. Итоги турнира таковы. Хозяева третий, Алтай второй, чемпион Павлодар. Слово руководителей ТОО Эмирейт, спонсора турнира. Вы большие молодцы, что издалека приехали, порадовали нас всех, любителей футбола, родителей, ну и футбол нашего региона, нашей страны. Я желаю, чтобы ваши перспективы, ваши достижения только начинались. Вперед в сборную, вперед за наши отечественные клубы, у кого получится еще дальше. Большого вам здоровья, всего наилучшего, только вперед, молодцы. Лучшим голкипером признан Тимофей Матвеев, ВКО Павлодарис Пимерлан Агеманов, самый непроходимый защитник. Юный столичный футболист Арсен Жумабай, лучше всех хавбеков видит поле. Наш Алимжан Касен, лучший форвард. Ну и наш знакомый Данил Волков, бомбардир. Вручены командные кубки и призы. Отлично получился становящимся традиционный турнир в Агебастузе.